всем доброго времени суток это видео снимаю по вопросам значит зрителей вот у меня есть такое видео оригинал i max программа прошивка зарядка его значит человек интересуется владимир михалев вопрос у него такого плана в общем непонятно по токам и непонятно давайте сразу вот это я пробовал с ним выяснять чем непонятно и вот в конце зачитают это все-таки про суммарный так ток я не понял аккумуляторы все-таки заряжают на кого допустим они у меня разряжены до 3 вольт я заряжаю 3 аккумулятора подключено все последовательно режим балансировки и допустим ставлю ток 2 ампера емкостью аккумулятор 3 4 мне непонятно как i max 2 ампера может одновременно зарядить 3 аккумулятора это получается 2 на 3 6 ампер так аккумуляторы все разряжены и полностью разряжается вопрос несложный и я думаю кто посмотрел и зрителей смогут ответить на этот вопрос более лучше чем я но если никто не ответит я конечно подключусь и этот вопрос разъясню в комментариях владимир михалёв владимир михалёв но мне кажется более интереснее значит и более будет интересовать также других зрителей тот вопрос который он второй задан для чего нужна балансировка если в конце напряжение разное повторяюсь аккумуляторы новые из одной партии с одной емкостью в общем здесь такая ситуация значит человек поставил холдер там допустим 4 или ноут три аккумулятора да и начинает заряжать аймаксом и после окончания зарядки при подключенном значит балансировочном разъеме у него получается конечный заряд 18 650 раз не разнятся то есть первое 419 2 415 413 то есть третье не разряжается и повторюсь значит балансировочный разъем задействован переходим значит к аймаксу и так создадим такие же условия как человек пишет значит три аккумулятора мы ставим на балансировку на амаксе сейчас эти аккумулятор разряжены ну и давайте вот программу включаем так вставляем три банки так сфокусируется нет манипуляции чтобы видно было так выставляем три банки ток один ну подымем так смотрим 12 6 конечно видим 37 начале зарядки здесь показывают индикация что у нас идет зарядка с балансировкой ну и все оставляем на несколько часов эти у меня аккумуляторы емкостью 3 и 6 ампер часа по моему если я не ошибаюсь в общем будет заряжаться пару часов оставляю и так прошел час пока не вижу никаких артефактов зарядки все нормально процесс идет так видим первая банка вот это крайняя еще не дозаряжена сейчас она дозарядится балансируется и потом возьмем мультиметр и замерим банки тут сразу в этом видео еще второй вопрос который часто попадается мне в комментариях это значит не точность замера напряжения и если сравнивать его там с каким-то эталонным тестером но смотрим 12 6 и потом в конце еще за замерим мастич мультиметр довольно таки точной погрешность у него низкая и должны 42 увидеть на банках 42 это практически уже перезаряд банки я считаю что все-таки напряжением 414 15 заряжайте аккумулятор дольше будет служить при этом и так пропелликов смотрим 1259 время два часа шоу заряд и емкость 2 ампер часа есть разница две десятых посмотрим аккумулятора значит у нас видим тот который полностью зарядился имеет меньшую резистивность 056 вот видим 057 066 хоть аккумуляторы значит из одной партии все новые но имеет разные внутренние сопротивления все-таки это китайские аккумуляторы они японские стопроцентно говорит что они полностью сделан технологически правильно нельзя ну да более менее хорошие качественной емкость имеет но при производстве все-таки имеет погрешность и мы видим но это значит одна мысль у меня такая да чем больше сопротивление тем больше не до заряд так ну еще какой может вывод проверяйте значит соединение провода так давайте мультиметром замерим так значит у меня мультиметр мост еще более-менее точно показывает так первый аккумулятор видим 14 196 почти 42 2 аккумулятор 2 аккумулятор 42 ровно 3 аккумулятор 417 почти 4 18 но в принципе погрешность небольшая пределах допуска по imax у в общем весь этот вопрос не стоит выйдет на улица 42 зарядились практически и тут от самих аккумуляторов многое зависит мое мнение такое какие-то еще будут мысли у меня догадки значит я буду писать в комментариях прошлое мое видео значит людей заинтересовало много комментариев и надеюсь под этим видео вы тоже будете оставлять комментарии будем разбираться с амаксом такие у вас есть еще вопросы и эти вопросы могут стать темы следующего видео значит итак аутсайдер значит аккумулятор вот этот которым на котором было показание 4 17 4 18 и не хватало 2 2 сотых отдельная поставил дозарядить и всего 5 ампер часов и не надо так сокрушаться что аймакс не дозарядил три сотых вольта если посмотреть емкость это где-то 5 миллиампер часов то есть ни о чем заряжайте до 41 и все нормально самое главное емкость 2 ампера закачали а там какие-то сотые ампера там миллиампера часы они вам погоду не делают и не надо из этого какого-то криминал устраивать и много таких вопросов задаются там неточности точности но вот все точно все замерил мультиметром до зарядил значит аккумулятор до четырех и двух которую человеку хотелось 42 конкретно но при этом в емкости но это вообще кот наплакал и накакал как бы больше разговора и больше даже у меня трудом заняло снять это видео я даже сам не ожидал в конце такой результат ну просто он смешной долго ли проработает там фонарик на этих пяти миллиампер часа додумаю полсекунды поэтому не надо так не надо быть такими уж сильно дотошными померяем счет это мультиметром 419 420 в общем после зарядки естественно проседает напряжение не то что идет саморазряд а просто на проседает электронно там в пакетиках устраиваются на свои места и любой аккумулятор полностью заряженный полежит 10 минут и уже падает там напряжение на 5 соток это естественно если он заряжать вот на таком зарядном до поставить 42 и выдержать 42 допустим в течение получаса здесь автоматически все выключается там нет там напряжение напряжение да спросить будет постоянно подзарядка теми же миллиамперами и можно добиться 42 да можно добиться и 425 но я говорю только зачем я вот это толк не могу понять зачем всем большое спасибо за внимание ставьте лайки подписывайтесь на канал еще не подписался жмите на колокольчик пишите комментарии любые что в голову придет то и пишите это помогает не развивать канал ну а вам получать вот такие вот независимые экспертизы от честного блогера